Всем привет! Мы решили делать новостной дайджест, и сегодня в первом выпуске я вам расскажу, что произошло в бескрайнем мире Microsoft за последние несколько недель. Начнем тогда, конечно, с Windows 11. Во-первых, в четверг вышла новая сборка для каналов Dev и Beta, и в новую сборку вошли как исправления, так и разные фишки, которые сразу будут заметны. В первую очередь появились сессии фокусировки в приложении часов. Это такая интеграция Spotify и списка дел, которая позволяет планировать время, выставлять какой-то таймер, в том числе в него можно включить перерывы на отдых, и все это под мусочку из Spotify. Очень удобно, приятно, все это в приложении часов. В целом в Windows 11 обновились приложения. В первую очередь это ножницы, и новый интерфейс ножниц совместил в себе старые ножницы и приложение Snip & Sketch. Также обновился калькулятор, его переписали на C Sharp, и теперь он может анализировать уравнения, делать всякие очень сложные тригонометрические и алгебраические штуки и считать конверсию валют. Также поменялись почта и календарь. Там поменялся в основном только дизайн, появилось темное оформление, закруглись уголки, и появились прочие элементы, которые характерны уже для Windows 11. Из исправлений. Предсказание о времени, которое потребуется на обновление до новой версии, теперь будет отображаться только у пользователей компьютеров с SSD. У пользователей компьютеров с жестким диском эту оценку пока уберут, ее вернули в разработку и продолжают тестировать. Вообще, эта оценка времени отображается в уведомлениях о перезагрузке в центре обновления Windows и в иконке обновления на панели задач. Также на этой неделе небезызвестный пан из P&A, глава Windows и Surface, поделился коротким роликом у себя в Твиттере, в котором показал, как будет выглядеть новый Paint. Многие переживают, что от приложения вообще избавиться, и Microsoft даже пришлось выступить с открытым обращением, чтобы объяснить людям, что переживать не нужно, и с Paint все будет в порядке. В приложении появился новый интерфейс, темное оформление, и исчезла кнопка редактировать в Paint 3D, так что вполне возможно, что избавиться как раз от этой программы. И Paint уже скоро будет доступен инсайдерам. Есть еще кое-какая новость про Paint, но на этот раз уже про Paint.net. Это приложение на этой неделе обзавелось нативной поддержкой ARM, и теперь этим графическим редактором смогут пользоваться без лагов и задержек пользователи Surface Pro X, инновационного супер-устройства. Для нас просто это целый праздник, когда появляется нативная поддержка ARM у разных приложений, потому что пока это все еще, к сожалению, редкость. Также на этой неделе Microsoft опубликовал ISO образ Windows 11. Это такая штука, которую можно очень просто скачать, запустить ее на компьютере, и тогда вы пройдете весь путь первичной установки с самого начала Windows 11, как если бы вы только что купили компьютер с новенькой операционной системой. И после первичной установки запускается приложение, которое познакомит вас с системой. И теперь давайте поговорим про Windows 10. Удивительно, но для Windows 10 тоже есть кое-какие новости. Во-первых, Microsoft придумал, как немножко подраскачать систему и ввел новые настройки безопасности по умолчанию. Теперь Microsoft Defender и Edge начнут блокировать нежелательные приложения для повышения производительности системы. Критериев для определения много. Это может быть как ПО для майнинга, так и торренты, так и рекламные программы, и другие штуки, которые зачастую без вашего ведома тратят ваши драгоценнейшие ресурсы. Но если вы не хотите, чтобы Microsoft за вас решал, какими нежелательными приложениями вам можно пользоваться, а какими нельзя, у нас есть короткая инструкция, как это отключить. Мы оставим ссылочку под видео. Также вышла новая сборка для инсайдеров Windows 10. Да-да, вы не ошиблись, про пользователей все еще актуальные операционные системы не забыли. Вышла новая сборка. В нее, правда, не вошли никакие особо интересные обновления. В основном это исправления. И также появилась поддержка стандартов WPA3 H2E для более безопасной работы Wi-Fi. Новый метод развертывания Windows Hello, который позволяет быстрее подготовить систему к работе. А также поддержка вычислений на видеокарте, которая подходит для машинного обучения и других процессов, которые требуют очень мощных и интенсивных вычислений. И максимально подробно про вошедшие в сборку и исправления мы рассказали в статье. Ссылку тоже оставим под видео. И последнее. Вышло обновление для Surface Duo. К сожалению, никаких интересных штук в него не вошло. Это просто патч безопасности последний от Google. Но не расстраиваемся, потому что уже скоро нас ждет Surface Duo 2. Пока он еще не вышел. Но мы уже про него кое-что писали. Можно почитать у нас на сайте. И на этом новости заканчиваются. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь, лайкайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok